Друзья, всем большущий привет! После работы с вагонкой остается куча вот таких вот обрезков. Не спешите их выбрасывать или сжигать. Сейчас вместе с вами реализуем одну очень классную идею своими руками. Для работы мне понадобится брусок 50х50. В наличии у меня его нету, зато есть доска 100х50. Я распущу ее вдоль и получу нужный мне брусок. Следующим шагом из полученных брусков я соберу рамку размером 800х1900 мм. С двумя перемычками внутри этой рамки. Все соединения я проклею и стяну саморезами. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, рамка готова и теперь переходим к нашим обрезкам вагонки. Нарезаю их в один размер и прибиваю к рамке. Центральную часть я решил заполнить обрезками расположив их по диагонали. Друзья, многие наверное уже догадались, что это будет дверь, но это будет не простая дверь, а утепленная. В качестве утеплителя я решил использовать пеноплекс толщиной 40 мм, заполняя им все внутреннее простанство, а швы пропениваю. Пеноплекс я выбрал потому, что он экологичный, имеет практически нулевое водопоглощение благодаря закрытой мелкоечественной структуре. Также в нем не развивается плесень, а один из главных плюсов это низкая теплопроводность, что и нужно для нашей двери. К тому же он практически ничего не весит и с ним легко работать, достаточно канцелярского ножа. Вот так вот у меня получается на данном этапе. Теперь я обиваю вагонкой вторую сторону двери, затем устанавливаю декоративный элемент в виде уголков и нащельников. Уголок имеет полку шириной 20 мм, а мне нужна одна из полок 10 мм, поэтому распускаю одну из полок циркуляркой, тем самым получаю уголок с разной шириной полок 20-10 мм. Итак, друзья, дверь готова. Вот такая вот она имеет внешний вид. При креплении вагонки пас я располагал внизу, чтобы при косом дожде вода не затекала в него. Теперь необходимо сделать коробку. Для ее изготовления буду применять ту же доску 100 на 50. Нарезаю заготовки размер, затем при помощи фрезера выбираю вот такой вот паз, отступив от края ширину двери. Затем при помощи того же фрезера убираю лишнюю древесину на глубину 1,5 см. Вот так вот в итоге получилось. Элементы коробки готовы, теперь лишь остается собрать саму коробку. Итак, вот и дверь и коробка полностью готовы. За кадром я ее быстренько установил и покрыл лаком. И вот такой вот результат получился. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете, как вам такая дверь. Если понравилась, поддержите лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok